Семья Мухамедшиных, о которой мы уже не раз рассказывали в наших выпусках новостей, по-прежнему остается без крыши над головой. А недавно пенсионеры лишились и одежды. Все вещи остались в доме, из которого их выгнала родная дочь. Судебные разбирательства между дочерью и родителями продолжаются. Старики уверены, решение суда будет справедливым. Вот только как пережить суровую зиму, они не знают. Ситуация разбиралась Анна Ишалкарбек. Неприятная семейная история началась год назад. Чита Мухамедшиных всю жизнь прожила работой, не погадая рук. Глава семьи Наиль трудился шахтером в Саранской шахте. Наступила старость, их дом пошел под снос, и они переезжают со 4-й дом по улице Казахстанская. За время проживания здесь они облагородили жилье, сад. Казалось, под старость лет их уютному уголку ничего не грозит. Однако их мечты о спокойной жизни рухнули в один день, когда родной дочери вздумалась просто-напросто выгнать родителей из дома. «Имею право, дом прописан на меня», – твердила она и ее адвокаты на бесконечно долгих судебных процессах. Все это время Наиль и Фирая Мухамедшины снимали квартиру в Юго-Востоке, при том, что их пенсия хватала лишь на пропитание. На дворе хозяйничают декабрь, а старикам нечего одеть. Они все еще ходят в осенних вещах, которые они когда-то с трудом выпросили у дочери. «Знаете что, я вот уже, вот в этой культуре я еще ходил осенью, сейчас же пошли уже холода, но я уже мерзну. Вот-вот в этой культуре я тоже ходил осенью, сейчас же зима, в этой я ходил, я мерзну. Куда, что нам делать? Мы приехали, ну да, дома хотели вот зимний, там это, пальто, шапки туда сюда забрать. И не пускай домой нас все. Закрыли вот калитки и дом, все, сиди дома, и вот прячется. Не знаем, куда нам все идти. Куда идти, мы уже не знаем». Когда бедные пенсионеры даже не знали, куда им обратиться, чтобы найти справедливость и вернуть свой дом, на помощь пришел Рамиль Менгазов. Доживать свою жизнь по съемным квартирам старикам не придется, уверен адвокат. Все уже решено. Право собственности земельным участком, на котором стоит дом, признано Занаилем. Поэтому он является полноправным хозяином. Последнее слушание по делу состоится 7 января. «На сегодняшний день он решает вопрос о выселении его дочери и дочери-сожители из этого дома, а также вселение себя и супруги в этот дом. К сожалению, на сегодняшний день имело два раза место приглашение в суд по этому иску ответчиков, но, к сожалению, два раза они не явились на суд. По каким причинам, я, к сожалению, не знаю». Когда-то отчаявшимся старикам поддержкой были соседи. Екатерина Митрофановна живет напротив 104-го дома. Она свидетель того, что пришлось пережить пожилой паре за последние годы. Женщина удивилась алчности Венеры, когда та потребовала у своих родителей алименты за внучку, зная, что у стариков сейчас абсолютно ничего нет. «Ну, конечно, сочувствую, очень даже. Старики вот ходят, бьются, 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 и толку никакого нет. Вот она, я не знаю, почему она так позволяет себя. Вот приходят, просят, прям, пожалуйста, они не нагреют ничего. Вот и сегодня вот уже больше часа стоят, а она дома не открывает, раздетой ходит». «Сейчас близкие родственники ничего не хотят знать друг о друге. А ведь когда-то, вспоминает Феррея Мухамедшина, в этом доме они пили чай по вечерам, дарили любовь и заботу внучке, которой они не видели уже много месяцев. Дочь словно подменили. Все еще и недоумевают родители. В тот период жизни в собственном доме Феррея Мухамедшина теперь вспоминает со слезами на глазах. Ее дочь сначала начала придираться к родителям, а потом и посмела поднять на них руку. Сейчас все это позади. Феррея старается вычеркнуть неприятные воспоминания. Изможденная от бесконечных переезда в очередное аренное жилье, она лишь хочет вернуться в свой дом. Однако перед ней, запертая изнутри дверь, Венера снова не желает идти на контакт с родителями. Но даже если ей есть что сказать, оправдания ее поступку просто быть не может. Выкинуть самых родных людей, которые подарили ей жизнь на улицу, это не просто бесчеловечно, но и бессердечно и жестоко. Анна Ишелкарбек, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев. Первый. Карагандинские.